Памятники и скульптуры. Какую роль они играют в жизни города? Просто интересные предметы культуры или что-то большее? И как они формируют городскую среду? Об этом и не только. Поговорим сегодня в программе «Прямая речь» на канале ТВ-центр Саратов. Добрый вечер, меня зовут Сергей Гришнов. И сегодня у нас в гостях известный саратовский блогер-краевед Денис Жапкин. Привет, Денис! Добрый вечер! Очень рады тебя видеть в нашей студии. Я знаю, что недавно ты проводил опрос у себя в блоге, и он был посвящен памятникам нашего города. Какие из них набрали самые положительные отзывы, какие стали аутсайдерами, прокомментируют? Да, действительно. Мы выбрали так 25 памятников самых таких известных, тех, которые люди встречают каждый день на своем пути на работу, во время отдыха. И я предложил оценить их по пятибальной системе. То есть поставить оценку. Самый плохой, самый хорошую. Или, может быть, если затрудняется человек, он тоже мог поставить нолик. И настало время подведения итогов. Я определил самые лучшие памятники, самые худшие памятники. То есть высчитал средний балл, который у нас набрали наши достопримечательности. Участвовал в опросе сколько человек? Участвовало больше ста. Ну, то есть вполне такая выборка, заслуживающая внимания. Да, мы подключали и посетителей социальных сетей, которые тоже заходили, голосовали. То есть чтобы каждый мог... Несколько недель этот опрос у меня висел. И каждый мог свое мнение высказать. Ну давай, какая тройка лучших памятников? Как она выглядит? Начнем с третьего места. На третьем месте у нас бюст Радищеву, который установлен перед музеем. Вот интересно то, что я думал, что все бюсты наберут достаточно небольшие показатели. Потому что это не совсем памятник, не совсем скульптура. Это вот такой отдельный жанр монументального искусства. Такой портретный, скажем, да? Да, то есть поопределенное. То есть все люди, в общем-то, запечатлены в определенной части тела. Но, тем не менее, средний балл получился у него четыре. Вот, то есть четверочку ему такую поставили. Стабильную такую, да? Да, а вот два места они оценили, наши саратовцы оценили их выше, чем четыре. Вот на втором месте у нас находится памятник Чернышевскому. Всем известный. Все, наверное, назначали хотя бы раз встречу у этого памятника. Вот, и, естественно, оценили его по достоинству. Вот, четыре и четыре. Ну, и первое место. Вот тут уже немного совсем другой жанр. Тут обелиск. Всем известные журавли, которые у нас на Соколовой горе стоят. Практически визитная карточка. Да, визитная карточка. То есть больше, чем четыре с половиной балла в среднем набрала эта скульптура, этот обелиск. Денис, как ты думаешь, в чем секрет успеха этого памятника? Наверное, в том, что он такой монументальный, большой. Он, в общем-то, в основном у людей связан с какими-то яркими, с какими-то позитивными впечатлениями. Ведь оттуда и великолепный вид открывается. Многие фотографируются у журавлей именно, чтобы запечатлеть не только памятник, но и виды города. Приходят туда в основном на праздники, свадьбы. Денис, ну а что с аутсайдерами? Кто тройка самых худших памятников? Ну, конечно, не обошлось и без худших памятников. Те, кого поставили наихудшие оценки наши саратовцы. Ну и вот на третьем месте тоже Бюст, как и среди лучших. Бюст Шибаеву, одному из наших известных саратовских городоначальников советского времени. Он, если кто не знает, на набережной космонавтов находится. Ну, наверное, вот мне кажется, может быть за какую-то вот такую монументальность, официозность вот этого памятника, как ты думаешь, Сергей? Ну, на самом деле, я никак не думаю про этот памятник, потому что проходил мимо него один раз поздно вечером. Честно, мне кажется, это как с хорошим рестораном. Главное, локация, локация, локация. Вот он просто в неудачном месте. Второе место. На втором месте у нас уже более известный памятник на набережной. Несмотря на то, что да, они рядом. Да, совсем рядом. Это памятник, ну, его называют памятником однополой любви. Он все время у нас, как елка, обвешан ленточками. Вместо притяжения всех новобрачных. Да, несмотря на то, что вот все стремятся туда попасть, там друг на друга подсаживают, подлазят как-то. Лестницу кто-то с собой вот привозит вместе со свадебным лимузином для того, чтобы на самый верх подвязать, где меньше всего вот этих вот веревочек остается. Но вот, тем не менее, не очень нравится. То есть вот этот памятник заслужил 2,2. Ну и наш антилидер, если так выражаться. Это, конечно же, известный всем пример таких своеобразных, я бы сказал, памятников в сердце губернии, который стоит у нас перед областным правительством. За него проголосовали так, что в среднем у него получилось меньше двойки. Вот, то есть, представляете, целых 40 человек поставили ему единицу, и 20 человек поставили ему двойку. И вот даже 33 человека поставили ему нолик. Вот, то есть... Мечта и уничтожение. Да, несмотря на то, что нолик, это означает, что я не знаю, что это за памятник. Наверняка все вот хотят подчеркнуть, нет, ему ноль вообще нужно. Возможно, все дело, что сердце губернии находится за решеткой. Ну, за забором. Ну, возможно, что не все понимают, что это такое. Возможно, один скульптор понимал, что он творит. Но на самом деле, вот, я хочу сказать, что мне нравится этот памятник. Раньше я его тоже вот не любил, не понимал. А теперь нравится он мне не с художественной точки зрения, а нравится он именно как играющий роль места притяжения. То есть, вот я, например, если с какими-то друзьями из других городов хожу, показываю, там, что у нас есть посмотреть, и мы подходим к театральной площади, то вот, ну, наверняка не я, наверняка и все остальные говорят, а вот посмотрите, вот там вот у нас памятник сердца губернии находится. Вот, то есть вот как точка такая притяжения, чтобы вот его сфотографировали, вот этот памятник, прям, на мой взгляд, прям идеально выполняет свою функцию, привлекает. Денис, знаешь, в Саратове наверняка будут появляться еще и новые памятники, и корреспонденты нашей редакции вышли на улицу для того, чтобы спросить у граждан, какие памятники им нужны самим, и без каких памятников им живется плохо. Предлагаю тебе посмотреть опрос и обсудить его после. Я бы поставил памятник Николаю Первому. Почему? Тому самому Николаю Первому, который предотвратил революцию почти что на сто лет. Мне кажется, не хватает памятник, допустим, какому-то музыканту. У нас хороший музыкант был Паницкий. Гордость. У нас с нашим городом связано имя Ростроповича. Конечно, хотелось бы, чтобы был памятник дружбе народа. Вот этого не хватает, это точно. Первая учительница у нас есть, может быть, матерям. Ну, наверное, хорошая идея – памятник семье. Его нет. Памятник современности, не знаю, цифровым технологиям, каким-нибудь компьютеру. Как бы новый век сейчас цифровых технологий. У нас сразу не хватает памятников, которые пропагандировали бы защиту животных. Где, к примеру, маленький ребенок с котенком или собачкой. Потому что все мы равны и животные тоже имеют право на существование. Их обижать просто неправильно, некорректно. Мне кажется, не хватает какого-то оригинального памятника. Ну, как есть города, какая-то изюминка. Вот что-нибудь такое там. Какой-нибудь памятник лягушке, соревне или сказок. Денис, ну, что ты думаешь об этом вопросе? С чьим мнением согласен? Ну, согласен с тем, что у нас не хватает таких вот необычных памятников. То есть, ну, сердце губернии, да, памятник вот жертвам насилия в семье тоже один из таких вот оригинальных. Но вот нечто такое бы монументальное на всеобщее обозрение. Вот мне понравилась идея там с памятником цифровым технологиям. Что-то такое вот, не знаю, памятник какому-нибудь там смартфону или что-то вот. То есть все бы наверняка бы тоже фотографировались бы и какие-то, я не знаю, в каких-то позах какие-то инсталляции бы придумали. То есть это было бы каким-то тоже таким местом притяжения молодежи. И потом, там, лет через 50 осталось бы как знак вот того времени. И никому, я думаю, не будет сейчас открытием, что существует памятник «Я люблю Нью-Йорк», «Ай, Амстердам», да, есть опять же русалочка в Копенгагене. Нужен ли нам такой памятник? И что могло бы стать символом нашего города вот для приезжающих туристов? Ну вот, один из таких памятников есть уже вот, ну, как я думаю, что вот он имеет неплохие шансы. Это, там, холостой парень на проспекте Кирова. Именно, да, из-за того, что все знают эту песню, она все-таки известна не только в Саратове, но и далеко за пределами. И каждый человек, сфотографировавшись у памятника огней так много золотых, скажет, а вот я был в Саратове, помнишь такую песню? Интересно, у иностранцев какую бы ассоциацию это вызывало? Знают ли они эту песню и готовы ли они хвастаться тем, что этот памятник иллюстрирует именно эту руссконародную композицию? Да, ну тут в данном случае, как альтернативный вариант, это создавать какой-то новый бренд, который бы ассоциировался с Саратовым, который бы тиражировался, ну, не только в одном месте в виде этого памятника, но и на всех, там, логотипах, на всех, там, картах, вот, на всех открытках. То есть так, чтобы прочно засел в образе так же, как вот Ай-Эмстердам, вот, к примеру, вот, ну, вот из примеров, там, последних, которые в России были осуществлены, это брендирование Перми. Наверняка почти каждый в России из-за скандалов, вот, сколько денег они там потратили на это, но все равно все, у всех буквы, там, П красные ассоциируются прочно с Пермией. И вот эти вот там человечки, я в свое время тоже хотел вот в Перми поехать именно для того, чтобы пофотографировать вот эти вот инсталляции, памятники необычные, вот эти вот власть, там, вот эти вот человечки, сидящие в разных местах города. Ну, вот это просто, ну, необычно, и ощущать себя частью чего-то необычного тоже хочется, и многие стремятся за необычным сфотографироваться у чего-то такого неординарного. Поэтому это, как бы, тоже следует делать, не стоит зацикливаться только на какой-то, на каком-то классическом восприятии памятника или скульптуры. Ну что ж, осталось тогда Саратову обзавестись только Маратом Гельманом и пригласить к нам Артемия Лебедева, чтобы он разрабатывал логотип и бренд нашего города. Время нашей программы подошло к концу, спасибо большое, что рассказал нам о памятниках и о своем эксперименте, который ты проводил у себя в блоге. Дорогие друзья, я напомню, что это был Денис Жапкин, блогер-краевед, и программу «Прямая речь» для вас сегодня провел я, Сергей Гришнов. Спасибо большое, Денис. Спасибо. До свидания. Имидж ведущего создан немецкими дизайнерами сети магазинов мужской одежды «Канцлер».